Тестером я тоже какое-то время занимался, и всегда интересно при генерации теста вопрос, какой у вас критерий полноты. То есть вы генерируете какие-то тесты, когда достаточно. Стандартный первый подход, если вы работаете у whitebox, это у вас есть исходники. И, естественно, предположить, что хороший тест — это те, которые покрывают каждую строчку кода. Но такое почти не бывает, потому что кода очень много. И это первая причина. Вторая причина, что код может быть очень искусственным. То есть вы код переписали, и что, тесты другие должны, хотя логика системы та же. Второй подход к критериям полноты — это когда вы делаете черный ящик. У вас система более-менее понятна, как работает, код вы не видите. Тогда чаще всего берут покрытие в терминах входных параметров. Понятно, что для каждого параметра надо взять какой-то минимальный, максимальный, что-нибудь посреди. Если у вас 2-3 параметра, надо посмотреть в идеале парные комбинации и так далее. Это еще один подход, который какое-то время назад тоже придумал. Наверное, это все от Гуревича пошло. Когда мы смотрим на систему семантически, то есть что она реально происходит, мы можем выделить идеологию конечных автоматов уже, наверное, все понимают, что любую систему с какой-то определенностью может стать конечным автоматом, но только очень конечным, то есть почти бесконечно. А мы можем какие-то классы состояния агрегировать. И одна задача — сформулировать критерии покрытия в терминах как раз каких-то более содержательных вещей, как система себя ведет, которые не были привязаны к тому, как она закодирована или какие конкретные значения мы вынесли в параметры, какие записали в виде констант. Соответственно, первая задача — это критерии сформулировать, она не нами решена. И вторая — это как разавтоматизировать построение тестов для данного критерия. Немножко математики, прошу прощения, формулы на доске, но не пугайтесь. Главное ключевое понятие — это что такое макросостояние. По-английски его называют hyperstate. Это когда мы какой-то класс состояния считаем более-менее одним и тем же. Не знаю, если рассматривать, допустим, любую систему. Самый простой вариант — допустим, система включена или выключена. Давайте считать, что все состояния, в которых она включена, — это одно, а когда выключена, — это другое. Простой пример, да? Можно какой-нибудь, допустим, у вас есть какой-то сложный автомобиль, там, не знаю, банковская система, на которой стоит датчик вашего противогонного устройства, еще чего-нибудь, и в одном правом верхнем углу есть какой-то пиксель, который отражает чего-нибудь. Давайте считать, что все состояния, в которых пиксель зеленый, — это одно макросостояние, а в которых он не зеленый, другое. это более искусственный пример, но он тоже объясняет идею макросостояния, что мы игнорируем какое-то большое количество понятий, параметров, а сосредоточимся на чем-то одном. И говорим, что все состояния, в которых это одно такое, это будем назвать одним большим состоянием, а там, где другое, другим. Вот видите, там у меня написано через P1, Pn. Формально мы просто вводим какое-то количество свойств, первый, второй, третий, пятый НТ, и состояние будем считать неотличимым, если у них эти свойства одинаковые. Допустим, у нас важен пиксель зеленый, там красная кнопка внизу и уровень нагрузки не ниже чего-то. Тогда у нас состояние сколько получается? Два в третий, восемь. Пиксель зеленый, не зеленый, нагрузка выше, не ниже, там кнопочка красная, не красная. И вся наша большая система, которая потенциально может быть в миллиарды состояния, она для нас превращается в граф из во всеми вершин. Что вначале мы в состоянии, когда у нас пиксель не зеленый, нагрузка маленькая, как бы этот самый. Потом она как-то жужжит, оставаясь в этом состоянии, потом в какой-то момент кто-то там что-то запустил, и она раз, перешла в состояние, где там уже нагрузка выше, хотя пиксель еще зеленый. Ну, как-то так. Понятно, что очень сильно все зависит от того, какие мы выбрали свойства. Например, с пикселем он специально выбран как дурацкий, с нагрузкой как естественный. Но главное, что это всегда работает. Если мы выбрали какие-то конечнозначные свойства, у нас получился какой-то конечный граф. И тогда критерием покрытия считается как раз, в качестве критерием покрытия можно рассматривать, что наши тесты, они зашли в каждое это макросостояние. То есть мы придумали такие тесты, при которых система преодолевает порог нагрузки и меняет пиксель зеленый на красный, и переходит из состояния запуск-не запуск, и каждая из этих комбинаций, она достигнута, если она в принципе достигнута. Это первый вариант покрытия. И второй, что мы не просто каждое состояние посетили, а каждый переход, допустим, если возможно от зеленого пикселя прийти к ненагруженной системе, то у нас есть тест, который это делает. Математически есть новость хорошая и плохая. Значит, граф всегда конечен. Понятно, что если у нас есть N-свойство, там не больше, чем 2 степенен вершин, и не больше, чем 2 степенен в квадрате переходов. Но то, что у нас даже с каким-то рецензертом была некоторая неочевидность, что граф на самом деле неразрешим. Потому что мы, когда у нас есть два гиперсостояния, допустим, этот пиксель зеленый, и даже если у нас исходные системы, убедиться, что действительно состояние красное достижимо, это известная алгоритмическая неразрешимая задача до машин Тюринга о недостижимости состояния. Самый простой пример, я могу написать, допустим, простую программку, которая будет перебирать тройки чисел, возводить их в степень, и в качестве свойства взять, что там x степень n плюс y степень n равно z степень n. И, соответственно, если теремия ферма верна, то мы никогда не дойдем в граф неверно. Если она неверна, то мы все время будем оставаться. То есть, грубо говоря, к вопросу, как будет граф гиперсостояния, например, сводится теремия ферма. Новость хорошая для математики стоит в том, что для каждого конкретного случая можно придумать алгоритмы, как это два степенента, что с этим делать. И главная идея того, что там у нас написано в статье, что когда у нас есть, допустим, два свойства, соответственно, граф там из не более четырех вершин, то при добавлении третьего свойства мы не с нуля начинаем строить от графа, а просто что реально происходит, это каждое гиперсостояние еще расщепляется как-то внутри себя. И поэтому какие-то вещи, которые мы уже доказали для маленького графа, они приносят на большой, и это может упростить процедуру его генерации, оценки. Все, я закончил. Вот картинка как раз. То есть, допустим, мы взяли граф, ну, понятно, что нужна какая-то модель, слева нарисован граф для одного трейдера, в качестве гиперсостояния взяты его состояние, что он пара чисел. Первое число, насколько он продает, второе он покупает. Ноль, это значит, что у него денег нет, значит, он никак вообще не покупатель. Один, значит, деньги есть, но не выставил заявку. Два, значит, деньги есть и заявку выставил. И вторая компонента, соответственно, тоже по покупкам. Первое, что у него там все продано, значит, нечего ему продавать в принципе. Значит, ноль, один, что-то у него есть на продажу. Этот один, соответственно, и два, если у него что-то есть продать, он выставил заявку. В итоге у нас для одного трейдера есть 9 гиперсостояний, они вот слева только разнорисованы. Когда мы переходим к моделированию двух, и у нас сразу 81 состояние. Спасибо. Спасибо. Поговорим. Есть ли вопросы? Правильно? Да, я понял, что у вас некоторое средство, которое позволяет проводить тестирование приложений для биржи путем совместного исполнения с вашей моделью, в которой вы эмоционным образом моделируете поведение трейдера? Нет. То есть мы просто генерируем сценарии. То есть как бы... Само инструменты, которые параллельно... Ну, вы имеете в виду, как бы, так сказать... Параллельно с той программой работы. Нет, нет. То есть тут именно, Игорь, эта работа, скорее, математическая, как бы, она... Спасибо. Как эти тесты сгенерить, и из них... Грубо говоря, генерируем их тупо 10 миллионов, как из них там выбрать, как бы, правильное количество, не более сотни, и понять, эти 100 уже покрывают все, или там еще где-то есть, которых мы не нашли. Так, у меня три новости коротких. Первое. Значит, идея была сильно задолго до Гуревича, где-то там конец 80-х годов, можно куда-то ослаться. Вторая идея, значит, плохо то, что обход недетерминированный, и тест получается недетерминированный. Не, не, у нас тесты детерминированные. Ну, я объясню, где он недетерминированный. Вот. И третья новость в том, что, на самом деле, даже когда обход недетерминированный, все равно можно построить стратегию тестирования, когда все это будет работать. Я кончил. Да, спасибо за комплектив. Ну, надо принять ко мне во внимание просто. Да, за рюкать чай, я тогда уточню. Так, еще один вопрос. Знаете, тут можно хронологию вообще начать. Я могу вам сказать, что переходить не из состояния в состояние, а из класса в состояние в классы в состояние, это было еще, по-моему, в 69-м году, правда, в области тестирования и анализа качества тестов и построения тестов аппаратуры. Я могу даже, если кого-то интересует, на ту же статью эту даже принести. У меня вот какой вопрос. Вот, понимаете, даже вот у Майерса, да где угодно, есть примеры. Вот покрытие операторов, ну, как говорится, это хорошо, но это не идеально. Ну, пример привести просто можно взять, там оператор покрывается, ошибка пропущена. Вы видите покрытие кода? Да, да, покрытие кода. Вот. Есть другие приемы, ну, там, вы знаете, ветви там улучшаются, есть метод мутационного тестирования. Вот. Вот вы его рассматривали, нет ли у вас не было? Нет, не слышал даже, прошу прощения. Понятно. Мутационного, да? Мутационного, да. Хорошо, я посмотрю обязательно. Так, спасибо. Ну, наверное, этому мы поблагодарим докладчику еще раз и завершим. Спасибо. Спасибо.